Доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шестидко. Нет, это не я, не Игорь Шестидко. Видите, губы не двигаются. Это Сергей. Сергей также живет в Братиславе. Уже, можно сказать, год живет в Братиславе. И вы его уже видели на очередной пьянке, которая была в Ступавском парке. То не пьянка была, это был фестиваль крафтового пива. И в это же время Сергей мне на самом-то деле согласился дать интервью о том, как он живет, что хорошего, что плохого в Словакии. И вообще, как жизнь. Он тоже у нас айтишник. Напомню, что внизу в описании к видео, в всплывающих теперь это карточках, есть линки на другие интервью про жизнь в Словакии. У меня есть целый плейлист. Ну, а мы передадим слово Сергею. Сергей, пару слов о себе. Ну, вообще, откуда ты чем занимаешься и так далее. Всем привет. Меня зовут Сергей Подорванов. Я из Рязани. Это рядом с городом Москвой. Плюс-минус. 150 километров из России. Переехал, ну, примерно год назад. Все верно. Занимаюсь системным администрированием. Иногда и программирую что-то. Ну, в общем, все как у многих. Все как у всех айтишников. Ну, скажи, основные мотивы твоего переезда в Словакию все-таки. Зачем ехали? Чего ехали? Ну, основные мотивы изменить все-таки окружающую жизнь. То есть, явно не из-за денег. То есть, может быть, даже в России там мог бы и даже больше заработать. Вот. Здесь все очень здорово в плане людей. То есть, это, наверное, самое главное. Кстати, тут мы, которые спрашивают постоянно, бьют ли за русский язык по лицу в Словакии. Нет, только Игорь ругается. Не больше. Нет, все очень-очень здорово. Люди добрые. То есть, даже чуженецкая полиция? Да, даже чуженецкая полиция, в принципе. Нет, там единственное плохо то, что их загоняют тоже в законы какие-то, да, они должны выполнять. А так, в целом, там, никто вам там ругаться и посылать куда-то не будет. Окей, хорошо. Люди, да, люди хорошие, добрые, милые, симпатичные. А еще что вот? Уровень жизни. То есть, доступная ипотека. То есть, полтора процента годовых. Об этом как бы с 15 до 20 процентов в России говорить даже не приходится. Это при том, что еще 90 процентов покрытия дают, да? Да, еще 90 процентов. Да нет, дают на самом деле и 100 процентов. Если правильно поискать. Да, нет, они предлагают некоторые возможности, как бы, обхода данной ситуации. Вот, ну, то есть, продукты питания здесь, как бы, совершенно другого качества. У меня, кстати, родственники, когда приезжают, все говорят, что кто-то говорит, что намного вкуснее масло, кто-то намного вкуснее майонез, молоко и тогда хлеб. На самом деле, я с трудом могу сказать, что здесь не вкуснее, чем в России, например. Не, ну, с Россией вообще не берем сравнение. Там говорят, у вас вообще непонятно, чем кормят. У нас ужас, да. У нас нет, мало того, что непонятно, чем кормят, у нас еще и стоит это. Меньше 50 евро я в магазин не относил, когда там жил. Так, а ты говоришь, уровень жизни. Вот по поводу уровня жизни, в чем это все-таки проявляется там? Ну, вот основные такие статьи расходов и доходов, которые абсолютно резко отличаются. Ну, например, у меня резко отличаются затраты там на жилье, да. То есть, если в Украине там я платил 600 евриков за жилье, за несчастную двухкомнатную квартиру, да, то есть, в аренде, то здесь я плачу 450 и в ипотеке. Ну, это в ипотеке, да. Но аренда здесь все-таки подороже, надо сказать. Ну, ты в центре города живешь? Да, да, да. Ну, я говорю, да. Ну, в целом тут по Братиславе, то есть, цены... Ну, в чем ты почувствовал, что уровень жизни выше? То есть, допустим, я зарабатываю 2000 евриков, а трачу 1000, и счет 1000 остается. Ну, например, в том, что приходишь в ресторан, и, например, цены там не меняются три года. Вот в этом... Так, ну, и то же самое, я так просто образно сказал, а то же самое и про квартиры, то есть, когда я жил там в России, у меня неизвестно, сколько я буду платить там на следующий месяц. То есть, цены росли, просто... А, это ты называешь стабильность. Стабильность, да. Это та стабильность, о которой говорят в России. Да, то есть, грубо говоря, там, отбросив там свои какие-то российские проекты, часть российских проектов, как бы, уйдя в менее, как бы, на данный момент пока, ну, в принципе, на начало переезда, как бы, у меня доходы упали. Вот, а сейчас, соответственно, я все боялся, что европейский рынок я не найду со временем. Сейчас, как бы, у меня уже клиенты есть в Штатах, там, у меня есть клиенты в Испании, у меня клиент уже даже в Словакии появился, то есть... На системное администрирование поздравляют и сильный... Вот, поэтому, поэтому, как бы, все те страхи, которые были, они ушли. Вот, кстати говоря, о работе, то есть, как бы, словацкая фирма позволяет намного легче искать за рубежом, ну, грубо говоря, здесь в Европе или в Америке работодателей, заказчиков и так далее, или все-таки, как было в России, так и здесь, оно все равно, как люди относятся? Ну, я бы сказал, что основное здесь, конечно, знание и умение, вот, то есть, ну, разумеется, конечно, попроще, то есть, средства оплаты, ну, это уже вторично, ну, конечно, доверия больше, то есть, если с каким-то крупными компаниями сотрудничать, что, разумеется. А доходы, ты говоришь, упали или уже возвращаются? Нет, уже вернулись. А сколько, если не секрет, ты вот в час выставляешь за свою работу с заказчиками или у тебя контрактные договоренности? У меня контрактные договоренности, ну, в районе двух с половиной, трех тысяч евро в месяц. Трех тысяч евро в месяц, это учитывая, что ипотека, например, пятьсот, шестьсот евриков, а за еду, за еду, сколько ты в месяц тратит семья из трех человек, ну, примерно так? Ну, наверное, даже, я даже не знаю, в пределах, наверное, четырехсот, пятисот евро. Четыреста, пятьсот? Вы жируете, это вместе с ресторанами? Нет, это я сейчас накручивал, то есть, я скажу, там, ну, можно, да, да, ну, мы жируем. Много-много едите, много мяса. Если сосиски, то это австрийские, там, вот, можно, как бы, можно еще дешевле. Я тебе в ступаве покажу магазинчик, где продаются отличные чертицы. Присядешь на чертицы, я, у меня мясо, не получается купить полкило мяса больше, чем на четыре еврика. Ну. Всяких сосисок, колбасок, ребрышек и так далее и тому подобное. Ну, первый год у меня сейчас, я снимаю квартиру, потому что, сейчас уже, кстати, прорабатываю вариант ипотеки, то есть, уже собираю документы, вот, и затраты должны снизиться. Тут аренда, соответственно, стоит дороже, дороже, чем ипотека. Да, да, да. И еще себе заработать, еще налоги заплатить. Да, тоже нонсенс, потому что в России наоборот. То есть, сколько я не считал, то есть, снять квартиру в России стоит дешевле, чем взять ее в ипотеку. Окей, продолжим к следующей локации. А мы перебрались на берег Дуная и, возвращаясь, все-таки, к финансовым системам, вот какой уровень нужно зарабатывать, чтобы тут, в Словакии, нормально жить, ну, нормально, вот, сколько? И с семьей? Да, да, да. Ну, сколько доход должен быть на этот шаг? Меньше даже, наверное, тысячи евро достаточно, 900-1000 евро вполне. За 1000 евро семья будет жить? Да. То есть, и это с арендой квартиры или сипотекой? Да, разумеется. Вот так вот просто. То есть, все-таки, честно, да, и не врут люди, когда говорят, что 900 евро – это средняя зарплата в Словакии, и Словакам на жизнь хватает. Да, все дешево, все предсказуемо. Кредиты доступны, нет проблем вообще. Ты знаешь, я вот подумал, у меня вот сколько я плачу за интернет, все время была одна и та же цифра, и она не менялась ни разу. Если только в меньшую сторону. Нет, в меньшую тоже почему-то не менялась, но они каждый раз звонят и предлагают дополнительные услуги за ту же сумму, но я как-то все время отказываюсь, потому что они мне просто не нужны ехать, заключать лень. Окей, возвращаясь все-таки к простоте введения бизнеса. То есть, если я правильно понимаю, да, ты открыл свою компанию. Да. Эта компания предоставляет консалтинговые IT-услуги. Как легко найти работу, сидя в Словакии, вот сидя дома, не зная языка и тому подобное, здесь, в Словакии? Ну, во-первых, никто не заставляет искать именно в Словакии, то есть, я, например, работаю, говорю, и с Соединенными Штатами, и с Испанией, то есть, конкретно в Словакии есть ресурс Титан ССК, на котором, соответственно, предлагаются работы именно для контракта, то есть, для работы по контракту. А ты там что-то искал? Да. И что? Ну, послал несколько предложений. Ну, в Словакии все-таки посложнее, конечно, искать. В Словакии, они, если речь идет о мелких проектах, да, то как бы неинтересно мне делать сайт там за 300 евро, например. Ну да, логично. Да, а если какой-то крупный проект, которым предполагается большое количество часов, то они почему-то ищут в Австрии. Ну, австрияки лучше, как это, младшие братья. Да, ну, тем не менее, все равно, то есть, там, пару-тройку контрактов, и, в принципе, все. И тема денег закрыта в Словакии. Да, тема денег закрыта. Я понял. А вот, ну, то есть, получается, что, если мы говорим о людях, которые хотят открыть, да, то есть, ты не думаешь о Словакии, ты просто приезжаешь сюда жить, ищешь какие-то инструменты, которые позволяют тебе находить контракты, или у тебя уже есть контракт, там, со штатами, с Германией и так далее, и абсолютно не надо париться. То есть, ты Словакию рассматриваешь просто как место комфортной жизни. Ну, я рассматриваю Словакию как место комфортной жизни, и при этом, соответственно, ищу новые контракты, то есть... В Словакии или по миру? По миру. А зачем мне привязываться, если мне позволяет, как бы, фирму работать, соответственно, со всей Европой? А как налоговая? Я там ни разу не был даже. Что, не приходили ни разу? Ты представляешь, если бы у тебя каждый месяц, там, по три тысячи евриков заходили на русскую фирму денег, чтобы с тобой сделали? Нет, ну, это вот одна из причин, а у нас сейчас вообще там какой-то ужас творится, то есть... Так, возвращайся... Мне недавно на российскую карту пришел платеж в долларах, его не приняли. За что? А, не знаю, какие-то там новые санкции, там... Новые санкции? Не знаю, не знаю. Пчелы против меда? Говорят, отправляйте только в рублях. То есть у меня там какой-то элементарный, там, 25 евро, по-моему, 25 долларов. Здесь как выглядит твое общение с налоговой, с государством, с налогами, оплата, это всего? Мы как-то... Мы не знакомы. Ну, ты ж налоги платил. А за что? Смысл знакомиться, они все видят, то есть какие суммы мне приходят на счет. Я подаю, соответственно, декларацию. Зачем кошмарить бизнес? Ты просто подал декларацию о том, что ты заработал там столько-то денег, а проверки, что ты не обманул их, что ты не списал лишние деньги. Ты же списываешь какие-то затраты на фирму? Ну, у меня тут... Я приехал, там получилось так, что полгода всего проработал. У меня там особой затраты-то не было никаких. То есть мне важно было показать именно прибыль для продления. То есть... Мне невыгодно было списывать затраты. Я понял. А возвращаясь к продлению, что ты имеешь в виду под продлением? Ну, для продления в этом году мне, соответственно, надо показать прибыль за прошлый год. То есть я отработал полгода, соответственно, мне за эти полгода надо показать прибыль. То есть для тех, кто не в курсе, ситуация следующая, да? То есть ты сидишь себе, работаешь в Словакии, как гражданин пока еще России. Да. Правильно? Но каждый год или сколько там раз в какое-то время у тебя нужно отчитаться перед государством, что ты для словацкого государства сделал что-то полезное. Правильно? Да, все так. И сколько это что-то полезное измеряется? Тысячу евро прибыли в месяц. То есть, соответственно, те тысячи евро, про которые мы говорили, вполне достаточно для продления. То есть ты должен заработать, грубо говоря, 12 тысяч чистой прибыли... Это за год. За год. И если 12 тысяч, учитывая 22% налогов, то 4 тысячи примерно заплатить налогов. Ну, уже 21% с этого года. А, да? А ты говоришь, ничего не меняется. А зато появляется налог на дивиденды. Но он же не относится к этим самым, к иностранцам? Нет, уже относится. Разве относится? Да. Это кто такое сказал? Это я узнавал в бухгалтерии. Ага, вот оно что, Семенович. Обидно. Ну, ничего. Ну, не относится к расходам. Да, но он же там все равно не такой большой. Ну, небольшой, да. С Россией, конечно, это не сравнить. Что там, если у нас в России обязательное отчисление в какой-то там социальный, фонд социального страхования для мелких индивидуальных предпринимателей, по-моему, 30 тысяч в год. То есть ты можешь не работать, а 30 тысяч, будь добр, заплати. То есть о чем тут можно говорить? А вот о социальной части, да? То есть народ часто говорит о том, что в Европе плохая медицина, в Европе то плохо. А ты сталкивался уже с местной медициной? Нет. Нет? То есть ты вот так заплатил тебе несчастные 500 евро, да, за страховки в год? Ну, они разные. Ну, там, да. От 276 евро, то есть это на экстренный случай, который, в принципе, хватает. Вот. Ну, до там 600-700 евро. Это полноценная как бы у местных страховка. Вот. Но то та экология, то качество продуктов питания, соответственно, оно ритм жизни расслаблено. Да, я даже забыл, когда у меня, не знаю, простуда была последний раз. Ты знаешь, я вот замечаю, что у меня нет аллергического насморка. То есть когда в Украину я приезжаю, я всегда мучаюсь, и в Россию, я всегда мучаюсь тем, что у меня сразу забивается нос, когда я нахожусь буквально сутки достаточно побыть в Киеве, чтобы дышать. Это нечем было. Буквально вот перед интервью заходил в интернет, там опять в Москве, в нескольких районах опять превышение сероводорода, опять чего-то там. Ну, да, ну, понимаешь, у вас же тоже есть Москва-река, по ней течет сероводород, говорят. А здесь мы сидим на берегу Дуная, и это самое радостно, вдыхаем свежий чистый воздух. Вокруг, кстати, я тут поверну немного камеру, зелень, обратите внимание, такая лужайка, тут дома и заодно и торговые центры и так далее. А мы, пожалуй, перейдем с Сергеем на следующий уровень и продолжим с другого, а то его солнце уже замучило. Ну, а остальные сервисы, вот, допустим, у тебя сейчас машина на российских номерах? Да. И как? Нет проблем. Никто не это самое? Проблем больше только, когда в Россию на ней приезжаешь, а так никому не интересно. Никому не интересно? Права у меня словацкие уже, поэтому... А как это ты так умудрился поменять права? Очень просто, приходишь, местное отделение полиции, говоришь, я хочу поменять права. Их меняют. И все, да? И все. Никаких это самое? Нет. Никто не говорил там, что ты вот это русский там или это? Нет, нет, у меня даже там категория С открыта, это грузовики и ту, как бы. Зачли. И тут зачли, и то есть просто без экзаменов, без ничего? Без, без экзаменов. Просто потом? Просто приходишь и меняешь. Ну, наверное, перевод документов надо было сделать. Да, водительское удостоверение и карточки водительской из автошколы. И все. И это было достаточно. Ну, а что ты планируешь вообще делать со своей российской машиной? Продавать или оставить здесь? Да, планирую. Ты же не можешь здесь находиться больше года? Нет, я их планирую продавать. Нет, во-первых, больше года это никто не проверяет. То есть, да, тут есть примеры, когда и по несколько лет ездят, и никому до этого дела нет. Вот. Ну, а так собираюсь, конечно, покупать местный автомобиль после ипотеки, правда. А ты это самое не планируешь? Просто поставить на учет, ну, перерегистрировать, там, заплатить эти НДС на ВОЗ? А дороже выходит. Намного? Да. А почему так? Что у тебя там за девайсы на-то? Нет, у меня как раз дешевая машина, вот. Выгодно, когда у тебя большой объем, там, ну, то есть, там, получается выгоднее. Вот. То есть, ты планируешь купить здесь новую или бэушную? Присматривал? Я бэушную хочу купить, да. Цены, конечно, здесь, опять же, в несколько раз приятнее. Смешнее. Да. А возвращаясь теперь к это самое, к семье, там, и тому подобное. А вообще, как семья с переезда? Жена, ребенок? Ребенок очень счастлив от переезда. И назад возвращаться, да. Возвращаться назад не хочет. Вот. Жена тоже. А ребенок, вот, он же все-таки говорит по-рязански? Нет, уже выучил местный язык. И как к нему отнеслись, там, он же пошел в школу, правильно? Ой, ну... Или в лице их, что там, вот, сейчас у них? Ну, как бы, ничего нового я не скажу. То есть, он начал с большим удовольствием посещать школу. Вот. Его оттуда не вытащишь. То есть, там, хотя и нагрузка, как бы, там, достаточно высокая. Там, у них по 8 уроков в день бывает. Вот. То есть, уходят в 7 утра, приходят в 4 вечера, да. Все хорошо. Уже на какой-то конференции выступал, где был президент Словакии. Вот. Это президент Словакии, где только не бывает. Недавно по радио. Слышал, да? То есть, как это играл в викторину по радио недавно Киска. Кстати, кто не в курсе Киска? Ты представляешь, проиграл, и после этого я в шоке. Радио не закрыли. Да, да. Ну, президент в Европе и президент там в России и в Украине. Это несколько разные президенты. Ну, и как с языком у него? Как вообще с адаптацией? Ну, у него предметы преподаются на словацком. Где-то половина, ну, сколько, наверное, процентов 70. Это еднерок, колов. Ну, соответственно, это по российскому, это пятерки. То есть, 70 процентов пятерок, ну, наверное, значит, с языком проблем никаких у него нет. А куда планируете дальше? Сколько ему еще учиться здесь? Здесь же все-таки более длинный процесс обучения. Да, еще два года. Вот. Планируем. Ну, на самом деле, полно вариантов. Даже пока еще не определились. То есть... Но все-таки, куда он склоняется? К чему он склоняется? К чему тут вообще, кстати, местная молодежь склоняется? Кем они хотят быть? Может, ты в курсе? Ну, это, наверное, надо у сына спросить. Да? Куда они хотят? Но он больше тяготеет все-таки к автомобилю. Что, пойдет на Volkswagen? Ну, может быть и на Volkswagen, а почему бы и нет? Нет, ну да. Зарплаты от трех тысяч евро там... Ну, это у инженера, не надо. Ну, не от трех, там меньше, но, в принципе, да. Вот. Ну, с другой стороны, как бы тут даже не знаешь, куда эти евро и тратить. Вот. То есть, в принципе, квартира есть, машины есть, как бы каких-то сверхдоходов. То есть, я мог бы там контрактов набрать, я не знаю, там, зашиваться, сидеть просто там. Ну, оно не имеет смысла. Да, ну, оно просто смысла не имеет. То есть, я ищу именно интересные проекты, именно для саморазвития. То есть, то, что мне интересно, зарабатываю свои, там, не знаю, две-три тысячи. И, в принципе, мне вполне хватает. Тратя 50% времени. То есть, какой-то там, я не знаю, там, Майбах или Мазерати я себе покупать не планирую. А что-то, кстати, их и не видно тут особенно. Нет, на самом деле ездят, и Феррари ездят. Ну, Феррари видел, а Майбаха что-то ни разу не видел. Нет, Майбаха я видел один. И не президента. Не президента. Ну, а собственные планы, если про ребенка они еще не поняты. Кстати, где вы все-таки будете учить его? Здесь в Словакии или отправите дальше куда-то в Германию? Ну, прорабатываем, то есть, мы, как бы, тоже вариант со Штутгартом рассматриваем. Английский язык он знает, то есть, можно и туда, можно и местный институт. И, честно говоря, не углублялся в этот вопрос. То есть, этим как бы занимается жена и он. А в жену-то мы забыли, а жена? Жанна, привет. Да, ну, она отдыхает, что еще делать? Что, вот просто сидит и ничего не делает? Ну, да. Ну, какое-то хобби, там, может, она там стала, не знаю, как это, рисовать картины на продаже, выставляет в интернете, там, ну, не знаю. Здесь многие чем-то таким вот даже сидя дома занимаются, перепродают и так далее. Ну, тоже там какие-то проекты, живет в удовольствие в свое, я не знаю, честно говоря, чем она занимается. Так ты же дома сидишь. Ну, ты или все-таки ты выезжаешь к словацким заказчикам на работу? Нет, я и выезжаю, ну, не сижу дома. Ну, какие-то у нее проекты есть, там, я не знаю, там, что-то она там со страховым бизнесом будет. Не знаю. Вообще, по словацким законам, она не имеет права год по найму работать. Приход. Даже, не знаю, в Рязани, но в Москве 900 евро, по-моему, не хватит даже на квартиру. Ну, все-таки я бы, как бы, рекомендовал сразу свой личный бизнес как-то продумывать. Вот, здесь даже, там, врачи, я не знаю, учителя, они имеют свои фирмы, нет, но врачи, как бы, у каждого врача своя фирма. Вот, тут все, все именно на контрактных отношениях, потому что, все-таки, налоговая нагрузка большая и стараются, как бы, работать, да, работать по контрактам. Ясно. Ну, и возвращаясь теперь, все-таки, к планам. Планы, вот, грубо говоря, у нас, там, заканчивается год. Вы продляетесь, учитывая, что ты заплатил большие налоги, тебя продлят, там, на два года. Я бы не сказал, что они очень большие. Ну, у тебя, ну, для Словакова это большие, когда Словакия узнает, что мы платим, там, там, пять тысяч евро в год налогов только для того, чтобы продлить свое пребывание, они очень удивляются, потому что многие словацкие фирмы стараются свести все в минималку. Те 470, теперь их отменили, опять будет ноль. Все стараются свести налоги в минимум, там, дальше. То есть, ты, вы будете, ну, ты сейчас возьмете квартиру, там, в ипотеку, я так понимаю, планируете оставаться здесь или все-таки будешь смотреть, там, получив, тут тоже ВНЖ, она тебе дает право уже двигаться дальше и по Европе? Очень сложный вопрос, потому что, вот, я уже, как бы, живя здесь, я уже, там, опять же, побывал в нескольких странах Европы, там, и тут, и, ну, Австрию. Понятно, вон, и на Австрию. С Будапештом, да. Кто их, кто, кто не видит, вот, там, за мостом холмик, это уже Австрия. Я, как бы, не рассматриваю, ну, там, я не знаю, в других странах побывал, там, в Черногории, там, вот, из Туниса, там, неделю назад вернулся. Сюда возвращаешься, как, вот, к себе домой, то есть. Тихо, спокойно, деревня. Да, как-то, все-таки, нет, ну, здесь, вот, и, относительно Будапешта, здесь столько нищих нету, да, на улицах, то есть. Ну, там, это профессиональные попрошайки во многом. Опять же, ну, это, как бы, для меня это неприятно, например, то есть, это один из факторов, да, то, что, как бы, здесь проблем нет. Здесь... Что, не соответствует тому, как показывают в фильме Европоездка, Евротрип? Нет. Братислава не соответствует совсем? Не нищих нету, дома все заделаны. Опять же, там, Австрия, она слишком какая-то пафосная, да, как это можно назвать, то есть, какая-то вылизанная, там, я не знаю, какие-то вот эти вот, то есть, ну, не мое, там, кому-то, кому-то это нравится, да, мне вот нравится все-таки какой-то вот, не знаю, деревенский, что ли, отдых, не знаю, как это... Ну, спокойный ритм жизни. Да, спокойный ритм жизни. Можно прогулять и так далее. Ясненько, ясненько, ну, и рекомендации, пожелания, как бы, для тех, кто сомневается, стоит ли ехать, стоит ли открывать, особенно айтишникам, найдут ли они здесь работу? Я думаю, что, если они находят работу в России, то здесь они ее точно найдут, то есть, это... И даже не здесь, а где-нибудь в Австрии, да? Да, да, с этим проблем нет, то есть, если знаете какой-то язык, там, хотя бы, там, элементарный, там, английский тот же, то нет проблем. Для айтишников, ну, я думаю, что даже, там, на аутсорсе, на том же Upwork можно заработать ту же тысячу евро, вообще, без напрягов, то есть... И развивать свои скиллы. Да, ну, а имеют те же доходы в России и здесь, ну, как вы думаете сами, где лучше жить? Здесь как-то лучше, но говорят же, что в России продукты дешевле, коммуналка дешевле. У меня другого мнения. Коммуналка дешевле. Нет, коммуналка, она может быть дешевле, но там вот, например, у меня там какие-то родственники остались, вот, у них там горячую воду отключили, например, вот, на месяц. Вот, здесь ее не отключают. Вообще, да. Принципиально, страх потеряли. Да, электричество вообще у меня, наверное, ни разу не отключали. Ведь у тебя у меня при последней буре выбило все, весь район выбило, то есть полностью. Видать, где-то в трансформатор, ну, там же горы все-таки, у вас тут за горами. Ну, нет, вообще, вообще проблем я с этим, как бы, нет, нет никаких опасений, что у меня там, не знаю, лифт сломается там, у меня там лифт ломался там каждую неделю, например, в России, да? У тебя лифт есть лифт, а у тебя 5 или 6? У меня 4, 4 этажка, да. Еще с лифтом. А здесь очень заботятся об инвалидах, все для них, то есть изначально в подъезде лифта не было, а его достроили. Достроили лифт? Да, прям, ну, то есть, мы между лестницами завели вот этот лифт. Коробочку, слушай, круто, круто. Ну, а для тех, кто не айтишники, для тех, кто не айтишники, кто не может там аутсорсить и так далее? Ну, сложно сказать, сложно сказать, я все-таки в этом кругу как бы не общаюсь особо, вот, ну, единственное, что точно могу сказать, что если у вас бизнес в России что-то продавать, то есть, там, я не знаю, магазин какой-то свой, вот, то здесь это очень маловероятно, что пойдет, потому что здесь очень высокая конкуренция, очень высокая конкуренция. А если ты делаешь что-то, ну, грубо говоря, там, производишь и тому подобное? Нет, вот с этим-то как раз проблем нет, вот, есть просто проблемы, что люди приезжают и хотят, там, какой-то, там, не знаю, да, и... Купи-продай. Итальянские, да, итальянские духи, там, какие-то лакшери продавать, да, это здесь не, ну, как бы, и потом удивляются, когда они приходят, там, в местный ау-парк, в торговый центр, а им отказывают вместе даже, то есть, в аренде им отказывают, соответственно, и они очень удивляются, то есть, здесь, вот эти вот стандартные, как бы, российские схемы, они очень плохо работают, то есть, можно сказать, что вообще не работают, то есть, здесь нужно будет действительно работать, действительно любить свое дело, там, жить им, соответственно, и, как бы, участвовать, как бы, в нормальной, в реальной конкуренции, то есть, чем-то, там, заманивать клиентов, то есть, реклама, там, то есть, чем-то, чем-то приятно выделяться, вот. Ну, тут, вот, я смотрю, у нас вокруг куча кафешек, они же чем-то выделяются, он, мы, опять же, на той же набережной, обратите внимание, вся набережная в кафешках, но оно же работает? Работает, да, но... Кафешный бизнес, ресторанный бизнес? Да, ну, у них у каждого, я думаю, если пройтись, у них у каждого, соответственно, какая-то своя есть ниша, то есть, свой какой-то, там, своя какая-то идея, которую они удивляют, там, заинтересовывают, да, вот. А, там, то, что работает в России, то есть, там, пришел в торговый центр, там, дал, дал, там, взятку, да, тебе дали, там, какое-то место, там, выгодное, там, проходное, да, здесь это не работает. То есть, ты хочешь сказать, что, в принципе, Словакия, вообще, переезд в Евросоюз, это больше для людей креативных профессий, которые что-то, там, действительно делают, которые могут, там, продать себя или продать свой товар, как уникальную услугу, а не просто перепродавать. Да, безусловно, то есть, есть какие-то талантливые продавцы, да, там, которые могут, там, действительно, интересный бизнес сделать, но я думаю, что, как бы, в любом случае, вот эта кафешка, она приносит не такие сверхприбыли, там, да, с учетом уходов от налогов, там, в России, как в России, да, то есть, в России можно эту кафешку, было, там, я не знаю, в центре, там, на Красной площади, там, заплатить и поставить кафешку, да, здесь это не получится, здесь вот придется, вот, среди этих 10 кафешек находиться, да, и, ну, как бы, работать за своего клиента, чтобы ходили к тебе, а не к кому-то. Я понял, и к налоговому, если придет, то ей уже не заплатишь. Да, да, опять же. Ну, и общие такие пожелания народу, да, то есть, который задумывается над переездом, чего, чего делать, чего не делать? Так, как бы, я бы на месте народа не задумывался, например, да, то есть, ну, с другой стороны, если, если вы, там, что-то умеете делать, то, скорее всего, вы это можете сделать, делать и здесь. То есть, ну, переезжать из-за зарплаты, из-за доходов, как бы, вообще не имеет смысла, я считаю. Вот, потому что человек, как бы, который, ну, что-то умеет, что-то знает, он везде заработает, в принципе. Вот, а, как бы, если вы что-то зарабатываете, ну, это, наверное, вам выбирать, где вам жить, да, либо в России, где, там, постоянные нервы, там, постоянные предупреждения о терроризме, там, в транспорте, да, либо... Не спокоен за детей, либо дать детям европейское образование. Либо переехать сюда, и, не знаю, у меня рядом с домом в 500 метрах бассейн, например, да, то есть, я поработал, пошел, искупался. Везет тебе, а у меня на этом самом, на террасе бассейн. На террасе бассейн. Столько это самой головной боли с этим бассейном, не поверишь. Нет, ну, это, как бы, центр города, поэтому мы, вот, по-другому выходим из этой проблемы, но... В общем, для тех, кто что-то умеет делать и хочет делать, смысл задумываться отсутствует. Надо ехать и реализовывать себя здесь, хотя бы потому, что это совсем другой уровень жизни, ну, в смысле, это же не уровень жизни финансовый, а уровень, как это, отношений человеческих. Ну, еще могу добавить то, что, как бы, например, в России, тут у меня информация есть, что туристические визы в США на данный момент, на ноябрь месяц рассмотрения, вот, то есть... А здесь? Нет, мы понимаем, что такое туристические визы в США, вот, то есть люди туда въезжают, как туристы, а потом остаются, как эмигранты, то есть, там, подают на, там, политическое убежище, и по местным законам они имеют право, там, до рассмотрения несколько лет пребывать, да. Да-да-да, я знаю. Вот, ну, поэтому... Когда я уезжал, я, кстати, последний, наверное, успел податься именно на территории Словакии, это был июнь, да, июнь, по-моему, прошлого года, вот, 2016-го, вот, вот, жена у меня уже с ребенком подавалась, соответственно, в посольстве. Вот уже, когда она подавалась в посольстве, очередь была в районе двух месяцев. Я знаю, что вот в Украине она еще больше была. Да, в Украине сейчас на октябрь-ноябрь месяц. Вот, поэтому, как бы, что еще нужно говорить? Все линяют. Да, потому что, как бы, уже, ну, перспектив я там лично не вижу никаких. Окей. Ну, что ж, спасибо большое за содержательное интервью, надеюсь, всех, кто хотел услышать что-то новенькое, не только от пана Вовки, но и от пана Сергея, услышали. А, собственно, вот в следующем году мы постараемся, пана Сергея, еще выдернуть примерно в это же время. Может быть, место поменяем. У меня просто сегодня куча всяких планов, накладок и так далее, поэтому мы раненько утром собрались, поэтому людей еще немного. А, Сергей? Да, большое спасибо, что выслушали мой диалог. Монолог. Монолог, да. Постарался максимально... Кратко. Максимально кратко, да, изложить вещи, там, то, о чем я думаю, мысли свои. Ну вот. Увидимся через год. Да, увидимся через год. Сергею, удачи, получение ипотеки в продлении на следующий год. Ну, а я еще раз напоминаю, что с вами был я, Игорь Шестидко. Ставьте лайки, пишите комменты, заглядывайте вниз в описание к видео, заглядывайте в всплывающие теперь карточки, там есть линки на другие видео. Ну, и кроме этого, напоминаю, что у меня на канале есть не только про эмиграцию, не только про жизнь в Словакии, другие путевые заметки, но и различные обзоры гаджетов и тому подобное. И всем спасибо, счастливо, удачи, пока.